Здравствуйте, мои хорошие! Во время приготовления блюд в духовке образуется не только приятный аромат, но и жир. Он оседает на стенке устройства, образуя плотный слой нагара. Как очистить духовку от жира и нагара в домашних условиях и без химии? Несмотря на большое количество химических средств для мытья бытовой техники, хозяйки применяют бабушкины рецепты. Это недорого, безопасно для здоровья и эффективно в борьбе с некрасивым нагаром внутри духовки. Хочу поделиться с вами рабочими способами, как отмыть духовку при помощи подручных средств. Хозяйственное мыло. Поскольку в его составе нет токсинов и аллергенов, это абсолютно безопасный способ мытья духового шкафа. Действуйте так. Приготовьте мыльную стружку с помощью терки. Достаточно натереть треть бруска. Поместите мыло в жаропрочную посуду для запекания и разбавьте теплой водой в соотношении 1 к 3. Хорошенько перемешайте, чтобы стружка полностью растворилась. Установите в духовку емкость с мыльным раствором и нагрейте до 150 градусов. Держите посуду внутри 30 минут при средних загрязнениях и 45-50 минут сильных. Спустя указанное время извлеките посуду, а размокший жир и нагар снимите губкой, смоченной в воде. Высушите духовку в открытом состоянии, чтобы избавиться от запаха мыла. Сода. Помогает удалить нагар не только с поверхности стенок, но и со стеклянной дверцы. Чистку делают так. Протрите поверхности мокрой губкой. Присыпьте дверцу, дно и стенки пищевой содой, равномерно распределив ее по всем участкам. Действуйте осторожно. Наносите средство мягкой стороной губки, не растирая, а прикладывая соду к поверхности. Если сильно тереть стенки грубой стороной губки с добавлением соды, вы рискуете повредить антипригарное покрытие. Для расщепления жира без механического воздействия требуется время. Оставьте средство на пару часов, после чего аккуратно смойте его водой. Лимонная кислота Хотите, чтобы духовка вновь блестела, а пятна жира исчезли с поверхностей? Удалить загрязнение поможет лимонная кислота. Есть два способа, как очистить духовку. Чтобы кислота расщепила жировые пятна, оставьте раствор на час, затем смойте его губкой. В теплую воду добавьте сок одного лимона в пропорциях один к одному. Наденьте перчатки, смочите губку раствором и пройдитесь по всей внутренней поверхности устройства. Если под рукой нет свежего лимона, возьмите лимонную кислоту в пачке. Содержимое маленькой упаковки растворите в теплой воде. Налейте раствор в стеклянную емкость для запекания. Поставьте посуду в духовку и включите нагрев до 180 градусов. Испарение лимонной кислоты размягчат застаревшие загрязнения спустя 30 минут. Отключите нагрев, уберите посуду, смойте остатки средства с остывшей поверхности чистой водой. Соль поможет легко справиться с пятнами жира в духовке. Она имеет свойство впитывать жир, поэтому чистка увенчается успехом. Применение. Мокрой губкой пройдитесь по стенкам и дну духовки, не пропустив ни одного участка. Распределите соль по поверхностям, а также насыпьте ее на противень для запекания. Установите противень в духовой шкаф и разогрейте до 180 градусов. Держите противень внутри, пока соль не приобретет золотистый оттенок. Отключите нагрев, откройте дверцу и подождите 15-20 минут. Извлеките противень и смойте соль с поверхностей. Если пятна жира слишком большие или застаревшие, приготовьте мощный чистящий коктейль из подручных средств. Вам понадобится 100 мл уксуса, 200 г стружки хозяйственного мыла, 60 г пищевой соды. Смешайте компоненты до образования однородной субстанции, нанесите ее на внутреннюю поверхность устройства, в том числе и на стеклянную дверцу. Состав не нужно тереть. Наносите его аккуратно, дабы не повредить покрытие. Требуемое время для действия компонентов 120 минут. Закройте духовку, отправляйтесь отдыхать или занимайтесь другими делами. А по истечении указанного времени мягкой губкой смойте субстанцию с поверхности стенок. Вот увидите, от самых старых жирных пятен не останется и следа. При этом щадящая структура состава не повредит стекло и эмалированную поверхность духового шкафа. Как отмыть электрическую духовку? Очистка электрической духовки принципиально не отличается от газовой. Главное здесь не допустить попадание чистящего средства на лопасти вентилятора или спираль гриля, если они есть. Как почистить духовку от жира, чтобы и пятна удалить и не повредить покрытие? Используйте нашатырный спирт. Раствор аммиака действует бережно, сохраняя покрытие техники абсолютно целым. Применяйте нашатырный спирт одним из способов. Обработав стенки, закройте дверцу и оставьте на ночь. Средство действует щадяще, поэтому потребуется больше времени. Затем промойте стенки и дно мягкой губкой с водой. Наденьте на руки перчатки. Нашатырный спирт наносите непосредственно на губку, распределяя по внутренней поверхности устройства. На местах сильного загрязнения губку держите по 3-5 секунд. В разогретую до 100 градусов духовку поместите емкость с водой и дождитесь ее закипания. После этого нагрев отключите. Емкость с водой переместите на нижнюю полку, а на верхнюю установите термостойкую чашу с нашатырным спиртом. Действуйте быстро, чтобы не остудить духовку. Оставьте посуду с жидкостями внутри устройства на 12 часов. Затем приготовьте моющий раствор из 3 литров воды и 20 капель нашатырного спирта. Помойте им духовку. Как видите, чтобы очистить духовку, не обязательно использовать едкую химию. Народные рецепты помогут отмыть загрязнение легко и эффективно. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!